Тема этой лекции – памятники письменности, первые кириллические книги, созданные в XIX веке на уральских и алтайских языках. В настоящее время по уральским и алтайским языкам, ну, как вы видели и как известно, существуют достаточно большие синхронные описания. То есть существуют грамматики, словари, уже вот аудиословари появляются не только у нас, ну, вот и Наталья Борисовна Кашкарева подготовила замечательные словари Ямальского округа. Они появляются и за рубежом, много звуковых корпусов, звуковых словарей. Вот, но есть и реконструкции, но промежуточный уровень, тот, который для индоевропейских языков общеизвестный, то есть памятники письменности, которые нам многое дают, для уральских языков отсутствовал ранее фактически полностью, а для алтайских языков он был в основном памятниками, сделанными не на кириллической записи, а на арабице или на монголице. То есть там, где, ну, и гурицы, где обозначения достаточно специфичные, в арабице нет гласных, которые изучать сложно, и специалистов было во всем мире очень мало. И при этом были большие вопросы в том, насколько фонетически точно эти памятники обозначались. И, ну, собственно, я уже натыкалась на упоминания о первых книгах и раньше в литературе на кириллических. Какие-то из них и ранее отмечались как важные. Например, Хилимский анализировал книги Григоровского для селькубского языка. Но в целом, если вы откроете даже страницы Википедии, там будет написано, для хантейского языка были первые книги, но значения они не имели. Ну, и примерно так же пишут для всех языков. У них многочисленные ошибки и так далее. Но вот я бы хотела показать, что наши уже пилотные исследования, где-то первых там 10-20 книг, показали, что они создавались очень точно. И сейчас я покажу какие-то предварительные результаты. Значит, книги эти начали, надо различать несколько периодов. То есть, книги начали создаваться фактически с конца 18 века, начала 19 века. Есть в архиве словари, грамматики, записи текстов на уральских и алтайских языках. Но их точность фонетическая была еще, ну, как бы не такая большая. А с середины 19 века, с 1960 года начала работать переводческая комиссия российского библейского общества. Ее, ну, как бы, ее идейным вдохновителем, идейным руководителем был Ильминский, который разработал систему создания письменности и обучения людей письменности. И его мысль была, что надо создавать графикой, фиксировать вот реальную живую речь. Именно поэтому в этой книге зафиксированы реальные фонетические особенности. Сейчас мы нашли уже несколько тысяч книг на, вот, ну, здесь вот перечислено на каких языках, больше 20 языков. В книгах насчитывается от 80 до 400 страниц. Вот. Вообще известно, что переводы были осуществлены на 50 языков российской, ну, России. А две трети этих книг в России были уничтожены, потому что большинство из них имеют религиозное содержание. И даже известно, что уничтожали их авторов, уничтожали книги, в архивах КВБ есть об этом записи. И книги, их изучение было в нашей стране, по сути, под негласным запретом. Вот Нурива Фануза Шакуровна, известный специалист по татарским памятникам, мне рассказывала, что я неоднократно хотела заняться этими книгами. Подступала к начальству в Казани, и мне говорили, нет, эту тему мы вам не одобрим. Вот. То есть, фактически, именно поэтому, мы думаем, что вероятнее всего именно поэтому, фактически эти памятники были не исследованы. Вот. А сейчас я вот в Финляндии, в частности, нашла уже несколько тысяч книг, и 70% из них ранее в научной литературе не упоминались. То есть, в научный оборот введены не были. Вот. Ну, в первую очередь, коллекция этих текстов, те, которые уже оцифрованы, находятся на сайтах Санкт-Петербурга, публичной библиотеки и Хельсинки. Вот. Но при этом я сама активно очень веду оцифровку тех материалов, которые еще обработаны не были. Вот как выглядят эти первые книги. Это вот на хоме языки. Вот вы видите словари, грамматики, учебники. Да, 1863. То есть, нужно иметь в виду, что памятники на уральских и алтайских языках хорошие их качества только с 1860 года. При этом интересно то, что, ну вот, когда я коснулась изучения коми, то хороших правил для постановки ударения в коми-пермятском языке, по сути, не было. А в вот этой вот грамматике дореволюционной я прямо нашла правила, в которые все примеры легли. То есть, точность вот этой фиксации самих грамматик, словарей, уже стало ясно, что она достаточно высокая. Вот, ну, какие-то примеры книг. Вот, то есть, как мы работаем с этими книгами. И опять же, я, ну, вы понимаете, что этих книг тысячи. Каждая книга требует отдельных, серьезных финансовых и трудовых вложений. Ее полная обработка. Поэтому я, ну, деньги сейчас вот у нас на проекте есть. Есть готовность включать новых людей. И желание, конечно, большое, чтобы вот эти книги тоже входили в оборот. Поэтому вот по тому, как мы обрабатываем, я предлагаю всем как-то подключаться. То есть, словари мы, по сути, обрабатываем в программе, опять же, вот LinguaDoc. Вот, вот я могу показать пример одного из словарей. Например, башкирского языка. Вот, видите, словарь. Это первый словарь башкирского языка. Вот мы его обработали таким образом. В поле Word дана литературная башкирская параллель. В поле транскрипция дается слово на вот этом вот языке. Ну, здесь из словаря, из памятника. И в поле перевод дается перевод. Тоже из памятника. Ну, посмотрите, пожалуйста, какие вы видите явные уже отличия между литературным языком и словарем. Транскрипция, там дается форма из памятника, а в поле Word дается литературная, современная форма. Нет, это просто из памятника выписано слово, из словаря. Ну, просто выписано, да. Нет, ну, это транскрипция, это наш столбец, так называется, а это просто слово из словаря памятника. Мы просто его копируем. Самое первое слово, оно должно быть you do, you do, а там you there получается. Да, то есть и первый класс. Но это, видимо, слова форма, может быть, это имеется в виду, он плывет. Нет в словаре, нет, не такая далась форма, давалась в словаре, как третье лицо, единственное число в настоящем времени. Надо посмотреть, какие там вообще даются формы. Потому что вот это вот you do, это имеется в виду от глагольного существительного. Ну, видите, дается вот бежать слово you do, you do, you do, you do, you do, you do, you do. Это ты беги, то есть это глагольная основа, это вот именно основа, а потом сам вот так выписано. Но кроме того, мы видим какие-то отличия и гласных корня, да. Вот, мы потом еще вернемся к этому словарю, я расскажу, какая с ним связана интрига оказалась. Ну, это просто пример того, как мы обрабатываем словари. А вот, ну, покажу пример, как люди обрабатывают тексты. Ну, вот, как я говорила уже, тексты у нас обработаны на хантейском языке, на селькубском языке. То есть они точно так же выглядят, только без звука. Ну, вот, покажу какой-нибудь текст. Сейчас селькубский. Вот, например, Библия. Ветхий Завет. Это делает у нас в рамках проекта Надежда Леонидовна Федотова. Вот, видите. Вот, точно так же. То есть мы даем текст, литературную транскрипцию. Вот. И вот здесь вот, ну, сейчас раздвинется, там будет видно, что дается гласировка, и выписываются слова, разделенные на морфемы и параллели из Тазовского. Вот. Ну, в общем, вот в таком роде. И потом из этого текста мы, собственно, создаем словарь. Вот, создаем словарь, в котором мы можем описать все особенности. И здесь я бы хотела показать на примере мансийского языка, что у нас, ну, например, разных языков сейчас, на примере мансийского, я бы хотела показать, что у нас, в общем-то, получилось. Какие, ну, получается, иногда памятники дают просто такие вот, ну, как маленькие возможности сделать открытие такой находки. Значит, здесь я расскажу не про все, а только про те места, где вот эти находки удались. Например, по мансийскому языку, по пилэмскому диалекту, это западно-мансийский диалект, он уже вымерший, по нему существовало только два источника, мункачи и каниста. Мункачи – это венгерские исследования, каниста – это финские исследования. Считалось, в принципе, в народе, в среде ученых, что у каниста лучше транскрипция, но у мункачи было более рано подготовлено в словаре, все пользовались им. Ну, вот вы видите на примере даже двух слов, насколько различаются в одних и тех же диалектах данные каниста и мункачи. И вот как понять, у кого более точно? Диалекта нет, есть два источника, финский и венгерский, как разобраться. Более того, интересно было то, что данные по мансийским живым диалектам были собраны тоже только мункачи и каниста. И тоже их транскрипции все вот так вот очень сильно различались. А последующие исследования не ездили к манси, которые делали сравнительные словари. То есть были отдельные диссертации мансийских исследований. Они, кстати, были достаточно точные, как мы теперь выяснили. Но они хранились там в химках. И в научный оборот они видены не были. То есть никто даже о них и не знал. Ну, мы их раскопали, порадовались, что манси их, в общем-то, кстати, хорошо работали. Но реально все работали только с материалами мункачи и каниста. Но вы видите, какая транскрипция, насколько она сложная. То есть вот есть значки, там слово 1 в Сосвинском, где у буквы 3 дополнительных знака. Конечно, ну, и сам каниста выделял 70 рядов соответствий по мансийским диалектам. Как бы якобы 70 было про фонем, вот с этими тонкостями. Но все как бы поняли, последующие исследователи, что это что-то не то. То есть, видимо, речь шла о фонетических аспектах. И они стали просто упрощать. Один одни диакритики уберет, так сольет, другой по-другому сольет. И, в общем, ну, вы понимаете, чем дальше от каниста, тем больше шло вот этих вот, ну, меньше точности. И в поле, по сути, никто не ездил. А благодаря вот этим вот словарям, которые мы собрали, Восточно-Мансийский, Обской-Мансийский, Сосвинский, архивным словарям, новосибирских ученых, которые они любезно нам предоставили, мы получили те материалы, которые нам позволили уточнить про мансийскую реконструкцию. И, собственно, сделать, вот сейчас я покажу, сделать про мансийскую реконструкцию и сравнить ее с данными Мункача, Каниста. И сюда же мы привлекли данные первого словаря Словцова. Вот смотрите, в каком примерно, это вот мы готовим статью вместе с австрийскими учеными, Тимо Теризой, его помощницей, и вот с Наташей Кошелек. Вот, мы, собственно, готовим статью в таком формате. Первая форма у нас выписана от Словцова, вторая форма выписана от Каниста, третья форма выписана от Мункачи, да, она про мансийская реконструкция и рефлексы по современным мансийским диалектам в транскрипции. Вот, кстати, по мансийскому она достаточно уже уточнена с помощью проата, то есть, ну, более-менее точная. Вот, ну, и еще ее точность подтверждает то, что она хорошо укладывается, гласный хотя бы первого слога, в ряды соответствий. Вот, ну, вот мы провели вот такой вот анализ, видите, проанализированы все слова, которые встречаются в трех словарях, и в результате был получен следующая таблица. Следующая таблица. То есть, вот эта таблица нам и показывает, как бы на основании этой таблицы можно принять решение о точности того или иного словаря. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу и предложите осмысление. У кого более точная запись? У Славцова, Каниста или Мункачи? У Славцова, судя по всему, нету совсем долгатый. Вы видите, что в Промансийском, по полевым данным, долгота тоже не восстанавливается. Может, получается, что долгота уже новая? Если долготу он как раз не указывает, а Каниста и Мункачи указывают долготу, а Промансийский не восстанавливается. На самом деле, надо иметь в виду, что материалы все эти были собраны примерно в одно и то же время. То есть, речь... Каниста и Мункачи там до месяца были в одних и тех же селах, в разные просто месяцы. То есть, речь не может идти о том, об изменении языка. Речь может идти только о принципах фиксации. То есть, глядя на это, ну, во-первых, на долгие гласные, на-вторых, на какие-то вот такие вот моменты, мы можем понять, что одна из транскрипций, один из словцов более фонологичен. То есть, он обозначал так примерно, как обозначает вот у нас в русской орфографии. То есть, мы же не обозначаем разные варианты А или там О, мы просто записываем А. А вот здесь мы видим, что у Каниста, например, когда он вместо Е пишет три варианта Е, то ясно, что эта речь не идет об ошибках, а просто он дает фонетическую запись. Она у него запись даже более точная, вероятно, особенность звука. Но если мы сравним, например, столбец Словцов и столбец Каниста, то мы видим, что у нас нет противоречий между ними, да? А есть ли противоречия у Каниста и Словцова с Мункачем? Вот здесь, на самом деле, так немножко, как бы, сделать так, чтобы... А вот самая первая строчка, у Мункачи там какое-то Э, что ли, есть? Или что это? Вот третье А, А, И, третье. Е, перечеркнутое. Если вы... Сейчас не очень видно, но нижняя строчка здесь, это Е закрытая. Вот. А у Мункачи абсолютно то же самое, что в первой строчке. Вот здесь более видно, видите? То есть у Мункачи вот эти вот первое и последнее гласное, которое различает Каниста и Словцов и в современных диалектов, у него полностью совпадают. Ну, практически полностью. То есть здесь мы видим, что у Мункачи есть, по крайней мере, одна явная неточность. Ну, две гласные он не различал. При этом, ну, это сейчас мы понимаем, что в целом у него тоже транскрипция неплохая. Просто он обозначил гласные, ну, по-другому, чем, допустим, Каниста. Но когда я просто работала с Мункачи, я никогда не могла догадаться, что А, губльное и О, это один и тот же звук, по сути, да? Просто варианты одной и той же фонемы, аллофоны, аллографы. Вот. То есть здесь мы видим, что привлечение материала Словцова, русского священника, даже не лингвиста, оно сделано фактически более фонологически, на уровень точности, как у лучшего, одного из лучших финских лингвистов, Каниста. И этот материал плюс реконструкция позволили сказать, что материалы Каниста наиболее точные. Поскольку у Словцова собран небольшой словарь, всего лишь 400 слов, а у Каниста огромный словарь, 5 или 10 тысяч лексем, то, конечно, мы остаемся при Каниста, мы используем его словарь, но уже понимаем, что к материалам Мункачи надо относиться с большей осторожностью. То есть вот это пример того, что дают памятники. Дальше, пока вы смотрите вот на эту таблицу, и я опять же задам вопрос, в чем ее особенности. Смотрите, я расскажу немножко про историю первого Марийского букваря. То есть здесь вот у нас в этой таблице представлены данные первого слога, не первого слога, а абсолютного конца по первым букварям Марийского языка, подготовленных в 1878 году. Строчка первая, а вторая строчка идет всюду, литературный, луговой Марийский и горно-марийский вариант. Вот, пока смотрите и ищите отличия, которые потом мы попытаемся осмыслить, я скажу немножко про вот эти вот буквари, про то, кто ими занимался. Ими занималась Марийская исследовательница Ключева. Вот, она подготовила, сделала большую работу. У нас сейчас на сайте есть словарь, вот этот конкорданс этих бухварей. Сейчас я его покажу. То есть мы по каждому, каждое осмысление у нас базируется не просто на, ну, не просто вот такое вот осмысление, а у нас представлен на сайте обычно полный материал, на основании которого осмысление делается. Вот, Марийский памятник, Мария Аркадьевна Ключева его подготовила. Вот, видите, вот в таком вот тоже духе он готовится. Слово, первый столбец литературное слово, потом памятник, потом его перевод. И указаны иногда какие-то формы слова. Вот, если они встречаются. Вот, ну и вот возвращаясь к таблице, как вы видите, в чем отличие того, что представлено в памятнике от литературного и лугового и горного марийского языка? Кто видит такие существенные отличия? Это горно-марийский. То есть в марийских же два, ну, диалекты или даже языка, луговой и горный. И с точками обозначает редуцированный... Такой очень краткий. Там в абсолютном конце слова литературный язык, он... Вот эти открытый звук э-э, он... Ой, не открытый, в смысле широкий, он сужает на э-э, да? Э-э, да. Ну, вот видите, в абсолютном конце слова вообще получается, что в литературном всюду либо е, либо о, либо и, либо и. А здесь мы видим разные гласные, да? Есть и а, и аумлаут, и у. И та же самая картина, кстати, наблюдается в не первом слоге. Там вообще в литературном и горном либо и, либо... Либо краткое. А в памятнике мы видим полный набор гласных, такой же, как в первом слоге. Вот. Ну, здесь очень интересно то, что в современных диалектах эта черта есть, но она редуцирована. То есть какие-то гласные есть, но такого полного набора нет ни в одном диалекте. И это первый источник, который, ну, известный в марийском языкознании, ранее ничего подобного найдено не было, где доказывается, что набор гласных не первых слогов был, по сути, так же богат, как и первых. Понятно, что это не возникло как новость. Это не могло возникнуть, потому что в других-то языках набор такой же богатый, а в марийском все редуцировалось. Вот. И становится ясно, что анализ первого слога показывает, что абсолютно системная транскрипция была проведена, запись, графика в первых букварях. Анализ второго слога показывает, что в них отражено, какие моменты. Во-первых, в них присутствуют особые обозначения разных редуцированных. Редуцированного И и редуцированного И. Ранее считалось, что горно-марийские редуцированные, может быть, являются инновацией. Но была точка зрения, что и архаизм. А учитывая, что в памятнике редуцированный, который не является горным, а является луговым, но в нем есть редуцированный, стало ясно, что редуцированный – это архаизм, которые исчезли в луговом. И, конечно, стало ясно, что второй слог был такой же богатый, как и первый. И получается, что анализ первого марийского букваря нам дает сделать такие интересные выводы о истории марийского языка. Дальше я бы хотела рассказать о том, что получилось, заканчивая с уральскими, с интересными находками, я бы хотела рассказать, как я и обещала, что нашлось для удмуртского языка. Этот словарь также представлен на сайте. Вот, сейчас я его покажу. Вот здесь вы видите, то есть, ну, например, вот слово «кыл» – литературное, слово «в памятнике», и здесь все примеры, где это слово встретилось, все его формы. Видите, вот они подобраны, то есть, в разных падежах. Это был обработан большой памятник, несколько сотен страниц, и вот наша Безинова Мария, которая занималась и современными диалектами, сейчас она занимается памятниками, провела вот такой вот большой анализ. Видите, какой тщательный, с полным разбором каждой формы, с указанием всех встречаемостей. То есть, за вот этой вот работой, ну, за выводами стоит очень большая работа вот по обработке, созданию полного конкорданса памятника. И, собственно, ну, что можно сказать об этом памятнике? Памятники в удмуртском языкознании как раз ранее уже привлекались к анализу. Не все, но ряд памятников уже вводились в оборот. Но были памятники, и среди них вот этот вот, которые считались, что их диалектная принадлежность абсолютно не ясна. Вот, и вот этот памятник был как раз из этих, поэтому мы его и выбрали. И если мы посмотрим, то действительно в нем есть случаи, ну, соответствия такие, которые ни во что ранее не укладывались. Вот сейчас я покажу такие примеры. Вот, ну, вот эта статья Марии Безиновой, опубликованная в Урал-Алтайских исследовательных. И здесь она дает подробное описание графики. Вот. И здесь и далее каких-то специфических вокалических особенностей. Вот она описывает, что, например, и литературное может соответствовать здесь в памятнике И, да? Ну, и вот она приводит подборку примеров. Но еще она может соответствовать и в памятнике, и литературному И. Да? И вот мы видим на это примеры. Вот Виль Новый, и вот в памятнике и литературное В. Что это за черта такая? И даже, вот, что У соответствует У, но бывает даже употребление, что когда У соответствует литературному Э. И так далее. Вот. И здесь собраны вот все такие случаи, которые раньше считались исследователями просто ошибками. И когда мы сделали это, роспись, то на самом деле нам тоже не было ясно. Мы посмотрели про формы, никакого ответа нет. Посмотрели еще... И в итоге ответ мы нашли, что это такое в словаре Вихмана. По удмуртским диалектам, вот ссылки на этот словарь, вот они, вот я показываю мышкой, вот формы из него, по разным диалектам. Существовал словарь Вихмана, единственный словарь удмуртских диалектов. И в принципе ранее он считался достаточно неточным. Почему? Потому что в нем были формы, например, вот форма, вот здесь вот я показываю мышкой с пометами М.У. Малмышевского Урму, Уржунский, которые, ну, ничему не соответствовали. И считалось, что какие-то ошибочки Вихман при фиксации все же допускал. И вы представляете, каково было наше удивление, когда абсолютно во всех словах из памятника, в которых есть параллель у Вихмана, слово из памятника полностью совпадает с той формой, по гласным, по согласным, основой, которая дана Малмышевской, Уржунской, Уржунской, Увихмана. А этот диалект в настоящее время уже исчез. То есть проверить было нельзя. Но вы представляете, вот здесь вот как раз речь об абсолютной точности фиксации и человека Удмурта, который писал наставления, и Вихмана, который создавал вот это вот словарь. Да, то есть для меня этот словарь реабилитирован. Я понимаю, что он очень точный, что на него можно опираться. С другой стороны, определилась принадлежность памятника. После того, как мы узнали, где он создавался, мы стали копать историю, узнали, что в этой епархии была Малмышевская, Уржунская, был центр, школы, были люди, которые работали, установили их имена, работали над письменностью на этом диалекте. На нем создано около 50, мы уже нашли книг. Вы понимаете, этот диалект сейчас исчез, на самом деле у нас есть такие богатейшие, потому что по Удмуртскому очень много памятников. Такое богатейшее количество материалов на нем, которое интересно крайне с точки зрения морфологии. Стало ясно, что там практически то, что Кельмаков для про Удмуртского реконструируют, вот это можно найти вот в этом вот памятнике. Об этом тоже сейчас статьи публикуются. То есть вот примеры значения памятников для уральских языков. Сейчас я коснусь тюркских языков и значения памятников для них. Собственно, ну, я, наверное, расскажу только о двух. Ну, мы сейчас уже на многих тюркских языках изучаем, но поскольку времени не так много, я расскажу только о двух случаях, которые мне самой нравятся, наверное, больше всего. то результаты, которые у нас получились. Это для башкирского языка и для казахского языка. Значит, ну, оба случая, это небольшие такие, примерно, как, ну, детективы, что ли, получается. Вот. Значит, башкирский, первая книга на башкирском языке, это «Букваль». «Букваль», он, первое издание 1892 год, второе издание 1898 год. Вот. И поскольку это первая кириллическая книга, первая книга, где совершенно явно есть башкирские особенности, то, конечно, она привлекала внимание, если это и стал вопрос, кто автор? Кто автор вот этой книги? Автора нам в большинстве вот этих первых книг нету. То есть люди, их создававшие, хотели остаться анонимные, они делали это для истории. Вот. И на букваре нету пометы автора. Но башкирские ученые сочли, что можно уже отождествить и приписали его Катаринскому. И далее всюду идет, что автор этого Катаринский. А при этом существует первый башкирский словарь, вот он указан, 1899 год, и в нем автор-то указан. Это реально Катаринский. И считали, что, ну вот словарь, букварь, они между собой, в общем-то, похожи, и автор, наверное, один и тот же. Ну, а мы в своей работе поставили задачу все-таки разобраться, настолько ли они похожи. Ну, они действительно очень похожи. Ну, вот в тонкостях каких-то. Или есть какие-то отличия. Ну, собственно, в этой таблице вы можете видеть собранные, так сказать, отличия. Вот идут, ну, сверху это признаки литературный башкирский, букварь, словарь и бессонов, которые демонстрируют восточный диалект. Он совершенно отличается, ну, просто для вот контраста. Вот. Ну, мы видим, что какие вы видите отличия вот здесь вот букваря и словаря. чередование суффиксов множественного числа. Да, тут совершенно разные, действительно, множественное число. Сейчас я покажу на это примеры. Но это такая прямо самая, да, явная разница. Вот. Множественное число, вот оно, видите, как оно в букваре выглядит. Буронг и лар. И всюду идет лар, лар, лар. Балалар. Дошманар. Ну, только вот такой переход происходит после нэ. А, допустим, в словаре, в словаре там не так. В словаре присутствует, вот, видите, в словаре, вот здесь вот салдыр, сойзер, да, то есть кызар. То есть по-другому это все происходит. Ну, это показатели кавузатива и множественного числа. В них схожие процессы, да? Простите, а салдыр, это же не множественное число. Да, 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 это показатели кавузатива. Это же понудительный залог. Да, 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 кавузатива, лыр. Но в нем процессы, известно, что по диалектологии, ну, вот чередования такие же, как во множественном числе. Поэтому я сюда его тоже привлекла. Вот. Ну, а и кавузатив в букваре, там все дулар. Вот. Ну, то есть вот это вот такое явное отличие. Но еще если мы вернемся к таблице, мы увидим еще кое-какие отличия. Во-первых, мы видим, что о и э могут соответствовать, о, у появляется иногда, и ю, да, в словаре. Мы видим, что вот это вот лэнэ и зэ, оно также присутствует и в суффиксе абстрактном. Вот. То есть определенное количество отличий мы видим. И надо с ними как-то разбираться. Вот. Ну, те, кто... Здесь есть кто-то из Башкирии, знакомый? А вы можете сказать, как вам кажется, вот по вот этой вот информации, потому что выписано, башкирский словарь вам кажется сделан на одном диалекте или на нескольких? Погромче. На нескольких диалектах. На каких? Какие приметы каких диалектных групп вы в нем видите? Два диалекта в основу башкирского литературного языка взяты. Это куваканский и юрматинский. Это по нашему... Ну, в современной терминологии это куваканский и юрматинский, это восточный и средний диалект. Южный диалект. Этот момент был известен в башкирском языкознании, что словарь, как вы правильно сказали, так даже сходу подготовлен на двух диалектах. Ну, двое диалектные. Восточные есть приметы и южные есть приметы. И мы посчитали эти приметы. И считалось, что автором, значит, автором восточного пласта связывали с влиянием башкира Куватова. Вот. И мы подсчитали примерно статистику черт, потому что у нас вот этот вот словарь, как вы видели на сайте, полностью обработан. Но оказалось, что восточных черт приблизительно, восточных форм приблизительно в четыре раза больше. Вот южные формы в нем более редки. И мы посмотрели Куватова. Все-таки действительно ли можно его связывать с восточным пластом? Он сам подготовил книгу башкирских пословиц. И оказывается, ну вот вы, как специалист по башкирскому, можете видеть, даже вот по суффиксам, ну, каузатива, да, суффиксы лар тут присутствуют, бем лар, да, то есть что в нем присутствуют южные формы. То есть, и нам стало известно, что действительно сам Куватов из Сакмарской области, то есть он, ну, надо его связывать с южными формами. И это его четко подтверждает, вот видите, четко подтверждает, вот как у Куватова какие формы, а какие формы в букваре и в словаре. Вот, то есть мы видим, что Куватов, конечно, надо его связывать влиянием, потому что он указан на словаре с южным пластом, и южный пласт более близок к букварю. То есть, словарь двусоставный, был какой-то неизвестный автор восточного пласта, и был южный пласт, который повлиял Куватов. Ну, под его, видимо, влияние он был внесен. Но можно ли сказать, что Куватова, говор лег в основу и букваря? И вот мы видим, что сказать этого все-таки нельзя. Вот есть формы, вот, когда у Куватова они по-другому выглядят. Например, у Куватова в начале слога появляется П вместо Б. В букваре такая форма, вот в частности, не отмечена. Вот, то есть мы можем сказать, что букварь действительно ближе к южным формам словаря, но имеет ряд отличий. И мы не можем авторов словаря напрямую связывать с букварем. Вот, а по сути, авторы букваря еще нуждаются в дальнейшем исследовании. Как это исследовать? Есть еще ряд книг в Башкирии, вот, которые тоже еще так тщательно не описаны. Первые книги. Некоторые из них известны авторы. Возможно, что какой-то из них говор прямо будет очень близок к букварю, и тогда мы установим авторство. То есть это та тема, то направление, которое должно вот в башкирском языкознании исследоваться. И сейчас мы очень активно работаем с башкирскими учеными под руководством вот Фердаус Гельмединовой Хисамединовой, ну вот Рамиля Каримова с нами работает, Зарема Эгба, которые вот и ведут описание этих памятников. Вот, ну и в заключении я расскажу тоже достаточно интересный результат, который получился для казахского языка. Вот, в казахском, в отличие от башкирского, где, в общем-то, были уже ряд диссертаций по первым книгам, первые книги на казахском языке вообще, ну, совершенно ранее не учитывались. Вот, то есть, подготовленные вот именно православными священниками, ранее они не учитывались, а на самом деле это очень большой пласт книг. Сейчас мы нашли уже их несколько десятков. Но вот в этой статье мы рассматривали, она опубликована, у нас рассматривали шесть книг, и стало ясно, что они сделаны на разных диалектах. Для того, чтобы уточнить диалекты, мы обратились к истории создания этих книг. И стало известно, что до 1895 года миссия в Казахстане была только в Семипалатинской области. И поэтому вот эти первые три книги, училище благочестия, букварь, крещение Руси, были подготовлены, стало ясно, что в Семипалатинской. И у них достаточно такое, ну, более-менее единообразное устройство. А потом параллельно открылась миссия и в Актьюбинской области. Вот, и были подготовлены, там был подготовлен киргизско-русский словарь. А вот букварь для киргизов, подготовленный в Казани, по сути, оставался загадкой. Где он подготовлен? В Семипалатинской области или в Актьюбинской области? То есть история на это ответы не давала. И поэтому нам надо было обратиться к, ну, лингвистическому анализу. Почему для нас этот букварь 1908 года так интересен? Потому что, ну, вот он у нас даже представлен на сайте, и текст представлен. Вот, смотрите, можно его увидеть. И сразу понять, почему он для нас, ну, ценен. Потому что, если мы откроем, вот, например, первый словарь на казахском языке, вот, видите, вот как он выглядит, то мы видим определенное количество отличий словаря от современного казахского. И не только графических отличий, но есть определенное количество отличий таких вот существенных. Видите, словарь большой. Вот. А если мы откроем, если мы откроем вот этот вот букварь, то интересно то, что в нем отличий практически от литературного казахского уже нет. Сейчас я его открою. Ну, вот здесь вот у нас внизу указан, сейчас, если открыть, вы можете на своих компьютерах открыть. Если открыть, вы видите, что в верхней строке у нас указан букварь, а в нижней строке указан у нас литературно-казахский. И отличий существенных в нем практически нет. Вот. И это, конечно, очень интересно. То есть получается, что первая книга, в которой фактически зафиксировано то, что сейчас является литературно-казахской нормой, была создана в 1908 году. И, конечно, важно, где же она была создана, да, откуда пошли истоки современного казахского языка. Традиционно считалось, что, ну, казахский язык все-таки сложился на основе алмаатинского диалекта. Нигде вот так явно это не прописано было, но Алма-Ата была столицей, и какая-то существовала в устных рассказах вот такая вот точка зрения. И тут мы находим. 1908 год, еще до революции, считаю, что литературный язык стал создаваться после революции, книга явно не Алма-Атинская область, либо Актюбинск, либо Семипалатинск, да, и, конечно, очень важно узнать, где она была создана, тогда мы, по сути, и кем подходим к решению вопроса об алмаатинск, об происхождении литературного языка. При этом книги Семипалатинские также не имеют автора, а словарь автора имеет. Его автор уже упомянут нами ранее Катаринский, потому что он внес большую роль, играл и для башкирской в первых книг литературного языка, и, видимо, для казахского. Но в словаре есть ряд отличий. Вот, и, соответственно, букварь более поздний. И, соответственно, мы стали анализировать. И, ну, оказалось так, что в словаре упомянуто, что у Катаринского был помощник. У Катаринского был помощник султан Бахтигиреев. И, соответственно, словарь султан Бахтигиреев был из Западно-Уральской области. Вот, из Уральска, который, вот, Актюминец находится на севере, а Уральск более на запад. Вот, и можно думать, что в словаре приметы есть Уральской области. И, ну, самые серьезные отличия касаются сингармонизма. И вот я уже показываю краткие итоги. того, как выглядит сингармонизм в первых семипалатинских книгах. Мы видим, что, по сути, он вот в двух первых книгах в большинстве, когда не первые гласные узкие, он то присутствует, то нет. То есть есть колебания. А когда не первые гласные широкие, вот, то он практически отсутствует. Вот, ну, вот примеры вот здесь вот приведены. А в Крещении картина по сингармонизму несколько другая. Вот, он присутствует в таких случаях, как сон диктан, он не распространяется на второй слог. При О, он не распространяется на второй слог. И совершенно специфическая картина по сингармонизму в словаре. Вот, мы видим, что здесь гармония проходит очень хорошо в словах, когда не первые гласные узкие, вот такие как жумус, да, от уз, болты рук. То есть гармония есть. Нарушения ее достаточно редки. А здесь вот на широких гласных даже тоже она встречается. Тюс-тос, вот, но вот в других случаях нет. А картинка, и когда мы смотрим на гармонию букваря, то мы видим, что по гармонии наиболее он близок как раз к словарю. Она тоже присутствует на, когда гласный второй узкий, и в большинстве случаев отсутствует, когда гласный не первый широкий. Вот. Далее мы проанализировали все особенности букваря и словаря, и сделали вывод о том, что они между собой очень близки. И взяли еще, но есть и отличия, и взяли еще грамматику Катаринского, которая была уже без Башкира и Западноуральской области. И здесь мы видим, что картина абсолютно совпадает с букварем. Таким образом, можно сделать вывод, что автор второго букваря 1908 года и Катаринский, его грамматика, они настолько близки, что, возможно, это был один автор. То есть Катаринский. И ясно, что они очень отличаются от всеми палатинских книг по своим особенностям, и по первому слову, и по сингармонизму, и по особенностям некоторого консонантизма. И таким образом, на основании вот этого анализа можно сделать вывод, что букварь создавался в Актюбинской области. То есть, ну, фактически в Актюбинске, то есть уже на самом севере Казахстана, который входит в Южную Сибирь. Именно там стало ясно, что и зародился, не так далеко от Астаны, зародился литературный язык. Казахам из Астаны, вот профессорам, которые участвовали в этой работе, им очень понравился этот вывод. Вот, у них у него большой успех. Что получается, что Астана как раз и была вот рядом с центром зарождения литературного казахского языка. Ну, вот, собственно, вот такие вот интересные выводы удается сделать из ряда памятников. Другие находятся в работе, и мы тоже надеемся на какие-то, на то, что они внесут свой вклад в изучение истории уральских, алтайских языков. Спасибо. А где в основном хранятся эти книги, которые вы используете? Ну, вот, собственно, два основных источника. Это Национальная библиотека Финляндии, две те, третьи найденных книг есть там, и третьи есть в публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Сейчас, параллельно, мы начали еще подключать архивы. Вот, Наталья Кошелек работает с архивом, с мансийскими данными из архива, еще более ранним по пилымскому диалекту. Вот, и, то есть, еще четвертый источник мы планируем подключить. И в нем собраны данные из Соликамска, то есть, того говора, которому уже на момент Канистой и Мункача уже не было пилымских мансий. Это вот 18 век. Вот, здесь еще и новые данные вообще для науки будут введены в оборот. Вот, то есть, архивы мы тоже очень активно используем. Даже можно сказать, что по уральским языкам сейчас уже, ну, по основным, по большинству основных групп диалектов материал собран. Есть какие-то, ну, дополнительные, моменты надо обработать, а вот диалектный материал, архивный, памятники очень многое привносят. Вот, ну, а по уральским языкам вообще материала очень много, поэтому много поля для работы. И я всех призываю, как собирать современные языки, так участвовать и в обработке памятников. Спасибо. Юлия Викторовна, а можно вопрос задать? Учитываете ли вы личность редактора и знаете ли вы, в каких памятниках была такая внешняя помеха или нет? Я приведу пример из моего собственного опыта, когда мы в издательство просвещения в свое время сдали рукопись на хантыйском языке и получили ее в готовом виде, но совершенно не в том, в котором мы сдавали, поскольку редактор, который отвечает за хантыйскую литературу в этом издательстве, но вторглась, не поставив нас в известность о тех изменениях, которые она привносит. Это один вопрос. И я думаю, что для периода, там, 50-х годов, 70-х годов, 20-го века, это, конечно, другая диахроническая, другой диахронический срез, но, может быть, он какое-то значение имел и для более ранних памятников. Вот эта личность редактора, она очень важна. И когда я занималась изучением переводных памятников, переводных произведений на хантыйский язык, я четко видела, что есть переводчик и есть редактор. Если они носители разных диалектов, то там начинается солянка-сборная. Это как бы одна проблема. А вторая проблема чисто такая техническая. Ведь не всегда были возможности отражать особенности произношения, особенно в начале 20-го века, в середине 20-го века, когда технические средства не позволяли отражать то, что звучит в реальности, и то, что написано, абсолютно не соответствует тому, что есть в действительности. Вот эти вот помехи, вы как-то, как вообще вы с ними разбираетесь? Да, такой вопрос, который требует большого ответа, именно потому, что у меня уже есть опыт, ну вот решения этих проблем, не всегда их удается решить, но я могу рассказать про некоторые случаи, когда я столкнулась и удалось как-то немножко продвинуться. То есть, ну, надо сразу для ответа подойти к тому, как это делалось, какие были принципы работы. То есть принцип работы был тот, что вот эти памятники на самом диалекте создавали носители языка. То есть они работали по рекомендациям Эльминского, они выезжали, обучались в Казани, потом возвращались к себе. Почему эти памяти меня с самого начала так привлекли? Честно сказать, мой прапрадед стоял у истоков перевода на чувашский язык, да, то есть он был один из авторов, друг Эльминского, у них сохранилась переписка, и когда я вот это вот обнаружила, все, вот, да, ну, я уже тогда, конечно, с большим энтузиазмом стала заниматься и как-то почувствовала, что, может быть, это мое призвание даже вот, ну, по родству, да, и у него была целая династия переводчиков, которых всех убили, к сожалению, ну, после семнадцатого года. Остался один вот потомок, и мы его прямая ветвь. Вот, ну и, соответственно, я открывала эту переписку, узнавала, как это делается, то есть носители языка выезжали туда на места и уже переводили. Редактирование было очень активным, это известно из истории, то есть оно проходило многоступенчатую проверку, редактирование, и это делалось наиболее авторитетными носителями того же диалекта. То есть никто вот из русских, допустим, там, или из других диалектов не имели права вмешиваться в процесс редактирования, но были редкие исключения, то есть вот случай такого исключения, он достаточно явно виден, ну, мы взяли одну коми-пермячка, ну, вы видите, мы пока еще не так много книг обработали, чтобы говорить о большей статье, но вот один случай такой столкнулись, коми-пермячку книжку, и там вдруг, ну, вот моя сотрудница наша, коми-пермячка, она говорит, все нормальные книги, вот это какая-то странная, согласные у нас коми-пермянские, а гласные коми-зырянские, и при том очень какой-то такой системной транскрипции. Оказывается, именно с той же книгу на коми-зырянскую подготовил Вихман, и потом мы нашли, что он участвовал и в истории создания вот этого вот словаря, то есть он просто, видимо, взял и гласные как-то под фразы, то есть вот есть такой пример, да, книга, согласные коми-пермянские, но больше я с такими вот грубыми примерами, честно говоря, не сталкивалась. Вот, но есть еще другие, то есть остальные явно все-таки по своему составу можно же видеть, достаточно единообразные. Но есть случаи, когда особенно в словарях даны просто по два, ну, одно и то же слово, два варианта. Вот, ну, в татарском, например, не в первом словаре, а во втором словаре, чуть более позднем на 4 года, там просто даны два варианта для ряда интересных позиций. И разбираясь с этим, мы пришли к выводу, что один вариант это заказанский, а второй вариант это вариант нагайбаков, которые татары проживают в Челябинской области. Да, то есть здесь так интересно, что, видимо, участвовали люди из разных областей, ну, где-то идут нагайбакские варианты, где-то заказанские варианты, то есть словарь просто двусоставен. Вот, ну, ну, вот здесь хорошо то, что, начиная с 60-х годов, все-таки даже двусоставность, она отмечалась. В памятниках более ранних или подготовленных не в школе или Минского, вот здесь я могу рассказать об узбекском словаре Наливкина. Ну, мы отдельно делали об этом доклад, Александры Владимировны, вот, и там просто четыре слоя, они абсолютно перемешаны, из очень разных узбекских диалектов, то есть, видимо, он где ездил, там собирал, они не помечены слышами, то есть, этот, с ним нельзя работать как с надежным источником, вот, но вот плюс вот этих вот памятников, что тексты, тексты даны очень единообразно, и у нас пока не было таких явных свидетельств, что что-то в них примешалось, то есть, наблюдается в текстах, вот явная система. Да, и второй вопрос, простите, был. Ну, одно, в использовании источников, в которых не было технических возможностей размечать долготы, длительности, там, хвосты ставить. Ну, я объясню, на каком примере. Допустим, учебники, вот, первые буквари хантыйского языка, вот первые они еще создавались с использованием диакритики, а потом на протяжении очень длительного времени никакой диакритики не использовалось вообще, и в одном, в одной букве объединялось несколько фонем, и поэтому, как бы, их, в принципе, нельзя использовать для вот таких целей. Но, к сожалению, я с вами согласна, что книги, созданные в советское время, действительно, не всегда, ну, возможно использовать, но книги вот этого периода выгодно отличаются. В то время существовало несколько типографий. Типография Санкт-Петербургская, наиболее активная типография в Казани, и здесь поражает то, что вот даже исследователи первых книг бурятских, где речь, в частности, идет о монголице, да, ну, а там же очень специфически, они показывают, что в то время они умели печатать даже монголицу, которая вот крайне сложная. В этих книгах, которые мы нашли, есть и долготы, и ударения, проставленные в большинстве уральских книг, и отмечены все хвосты, то есть, ну, ясно, и мы читали про вот эти вот типографии, особенно про Санкт-Петербургскую много описано, что у них технические средства были на самом высочайшем уровне, вот, и если где-то не отмечено какое-то отличие вот в этих книгах, потому что, конечно, вот если мы посмотрим на Каниста и Словцова, то у Словцова отмечено гораздо меньше, то ясно, что это не из-за отсутствия технических средств, а это было просто его решение, потому что они стремились к фонологизации, для того, чтобы носителям было удобно читать и работать. Ну, технические средства из истории этих типографий позволяли сделать любой набор. Скажите, пожалуйста, а вот в тех учебниках, книгах, которые вы нашли в Финляндии, там редакторы есть или нет? Ну, вот как я и сказала, что в большинстве книг даже не указаны авторы. Вот, не говоря, редакторы не указаны ни в одной книге, но мы подняли в Санкт-Петербурге. Существуют протоколы заседания переводческой комиссии, то есть там, где прямо вот описано, кто готовил, кто участвовал, сколько экземпляров, какой спорт произошел, где. Вот мы подняли все существующие источники. К сожалению, ну, треть примерно всех заседаний осталось по ним в дневнике, остальные утеряны. Вот, ну, по ряду книг мы таким образом разобрались, кто редактировал, и это действительно, ну, ну, дает свою информацию, то есть вот мы видим, что и редакторы были из той же области, или у меня есть примеры, когда редактор был из другой области, и все сделано по диалекту редактора. То есть автор там, видимо, небольшие имела права. Но вот я говорю, что пока мы то, что обработали, в большинстве случаев после 60-го года либо единообразно, либо в словарях эти отличия специально помечены. Но мы вот постоянно разбираемся с историей, работаем в архивах, и эта работа должна продолжаться, потому что пока мы вот в Санкт-Петербургский архив уже заключили, заключаемый договор на полную обработку, хорошо так осмыслили, а вот архивы в других городах, по сути, не тронуты, а ведь много и в них, может быть, найдется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...